Я вас приветствую, дорогие друзья, меня зовут Александр. Это программа «Самопознание через кино». Сегодня с вами говорим про новинку, которая вышла на Netflix в конце июня. Англоязычное название «A Family Affair» на русский язык перевели как «семейное дело», что вызывает у меня огромный вопрос, да? Или, быть может, это всё-таки семейный роман? Разберёмся, не переключайтесь, будем начинать. Итак, свежий фильм, на который я наткнулся. Почему я решил его посмотреть? Потому что моя любимица Николь Кидман, я не мог её пропустить. Я её обожаю, кто бы что бы про неё ни говорил. Я думаю, у каждого из нас с вами есть любимые актёры, да, и те, кто нас раздражает. Вот Николь Кидман, вот что бы она ни делала на экране, она моя любимица. Вот я её люблю. Это одна из моих любимых актрис ещё с фильма, с широко закрытыми или открытыми глазами, где она со своим бывшим мужем Томом Крузом снималась. И вообще один из первых фильмов, это вот начало 90-х, и где они вместе снимались, фильм какой-то исторический. Да, немного отхожу от темы, но я Николь Кидман обожаю. Даже несмотря на то, что я буду здесь проходиться, собственно, да, по недостаткам в том числе этого фильма. Мы сейчас с вами про всё это и поговорим. Так что моё внимание в первую очередь привлекла Николь Кидман. А потом я обратил внимание на Зака Эфрона. Да, я-то особо в целом с ним не был знаком, если бы не его такая вот масштабная трансформация, да, и вот эти вот его перевоплощения в фильме, по-моему, в прошлом или в этом году фильм про рестлинг вышел, где он сыграл роль, да, и я помню какой-то вот такой вот, да, вот мальчик был, да, а вдруг он здесь такой вот весь возмужавший, да, и мне это привлекло внимание. И Николь Кидман, да, неожиданный дуэт, да, я такой думаю, романтическая комедия, серьёзно? Друзья, это романтическая комедия, если кто не понял. Рейтинг фильма PG-13, да, детям до 13, так сказать, потому что есть несколько пикантных сцен. В целом можно было бы фильм даже, наверное, назвать семейным, да, каким-нибудь таким вот, да, но вот эти вот сцены для взрослых, да, придётся деткам закрывать глаза, собственно говоря, если вдруг вы решитесь. Что сказать, да, что сказать про фильм в целом, в частности, что мне понравилось, что не понравилось, про сюжет, про героев. Знаете, я смотрю, знаете, мне этот фильм чем-то напомнил недавно, ну, точнее, достаточно давно, я делал обзор про на фильм «К тебе или ко мне» с Рис Уизерспун и Эштон Катчер. Я очень люблю Рис Уизерспун, Эштон Катчер тоже будоражит какое-то моё подростковые какие-то годы, да, когда вот этот эффект бабочки был, вот этот вот фильм мы все пересматривали. И, соответственно, ну, как-то, знаете, вот это вот, по-моему, а, знаете, ещё вот из Netflix фильма «Дева и дракон». Я не знаю, возможно, это мне только кажется, да, но вот такое ощущение, будто бы вот эти вот все телевизионные фильмы, будто бы они немножечко недоделанные, да, вот будто бы там чего-то не хватило, да, вот будто бы они, вот что-то вот, что-то там не то, да, и вроде бы неплохо, да, вот я три фильма вам перечислил, да, это абсолютно разные жанры, «Дева и дракон» – это фантастика, «К тебе или ко мне», кстати, романтическая комедия, получается, и это романтическая комедия, семейное дело. Да, но вот будто бы чего-то там не хватает, вот будто бы, знаете, вот то ли актёры не выкладываются на все сто, да, вот я вот обращаю внимание, да, то ли вот, то ли режиссура, то ли сценарий не проработан, да, но вот будто бы вот фильмам чего-то не хватает, да, и вот этот фильм, он не стал исключением, да, громкие актёры, Зак Эфран, хоть и не первый эшелон, да, но тем не менее, достаточно уверенный такой эшелон второго плана, да, Николь Кидман – это вот одна из самых успешных актрис Голливуда и многоснимаемых, но при этом фильм немного недоигран, вот чего-то там не хватает, вот чего-то мне не хватило, знаете, мне не хватило химии между главными героями, и дело даже не в том, что героиня Николь Кидман, её героиня – это Брук, да, домохозяйка, в прошлом она писательница, да, ей около, либо чуть за 50, у неё взрослая, уже моё любимое, взрослая дочь, ладно, не буду на это всё время шутить, взрослая дочь 25-летняя, да, хотя на самом деле Николь Кидман 56-57 лет, нет, я абсолютно не сексист по возрасту, да, но вот не хватило химии, да, Зак Эферон, который исполняет голливудского артиста-знаменитости по имени Крис Коул, он такой избалованный такой нарцисс, прям, да, такой вот самовлюблённый, ну, вот, производит впечатление, и получается, он лет на 20 её младше, хотя в фильме говорят, что он на 16, но вот не случилось химии, да, вот вспомните, например, красотку 90-го года, да, Ричард Гир был старше, мне кажется, лет на 20 или 25 Джулии Робертс, но там чувствовалась вот эта какая-то химия, напишите ей, если вы это почувствовали, да, либо, если нет, делитесь своим мнением. Мне показалось, там была мега-химия, и благодаря чему фильм стал успешен, понятно, что не только благодаря этому, да, невероятная улыбка Джулии Робертс, да, она ещё совсем юная, молодая дева, не испорченная вот этой вот голливудской жизнью, плюс потрясающий невероятный саундтрек, да, мне кажется, там много факторов сошлось в красотке. Понятно, что не обязаны все фильмы повторять успех этой красотки, да, но я привожу вам пример, да, главных героев, у которых большая разница в возрасте, да, а здесь женщина старше мужчины на 20 лет, но химии не случилось, да, не знаю, связано ли это с тем, что за Кефром чересчур накачан химией, да, я не могу это утверждать, но такая вот резкая трансформация актёра, да, который выглядел как подросток такой вечный, да, у него такой вот типаж был, и вдруг он перевоплотился в какую-то гору мышц, да, я же не против, нет, ну просто это как-то всё выглядит очень искусственно, да, я сейчас касаюсь очень тонкой теми, да, легко меня здесь обвинить в каком-то сексизме, да, в предрассудках по отношению к пластической хирургии, да, но я не могу, да, вот я даже прическу никогда гелем, ну очень редко наношу, да, я вообще люблю всё натуральное, и, знаете, мне резало слу, резало глаза, вот резко изменившаяся внешность Николь Кидман, понятно, что возраст, понятно, что хочется хорошо выглядеть, да, поэтому, наверное, я буду здесь местами сексист, но я не могу как бы об этом, ну не сказать, вот мне это всё, вот, да, знаете, вот прям как с крежетом, я не знаю, по какой-то неприятной поверхности ногтями, то есть вот такой, знаете, диссонанс прям был, да, вот Николь Кидман и домохозяйка, во-первых, не клеилась, там было несколько сценфильмов, где Николь Кидман прибирается по дому, да, в перчатках убирается, и, ну как-то это было, для меня было нелепо, при всём уважении к её возрасту, она восхитительно выглядит, но как-то мне вот, ну как-то вот она неорганично выглядела в роли такой вот потерянной домохозяйки-вдовы, которая потеряла мужа 11 лет назад, и в прошлом успешной такой достаточно писательницы, муж у неё тоже был писатель, в общем, что-то между ними такое было, да, и вот здесь мне даже, кстати, хочется отметить, будто бы сценарий недоработан, да, вот будто бы недостаточно героя раскрыты, прописаны, причём длительность хронометраж фильма 1 час 50 минут, да, то есть за это время уже можно было бы устать, мне кажется, можно было спокойно уложиться в полтора часа, да, а не томить нас чуть ли не два часа, мариновать, предполагая, чем всё может закончиться, да, роман, роман 36-летнего актёра, да, голливудского, которого исполняет Закефрон, и домохозяйки-писательницы Николь Кидман, да, вот, ну, очевидно было, что они, наверное, будут вместе, либо не будут вместе, да, но как-то, вот, знаете, вот ещё какая-то особенность такого фильма – предсказуемость, вот он весь, знаете, вот такой предсказуемый, ну, очевидно было, что когда этот Закефрон пришёл искать Николь Кидман, точнее, он пришёл к Николь Кидман, чтобы найти её дочь, которую исполняет Джоуи Кинг, потому что она исполняет роль его ассистентки, она его помощница, и вот когда он пришёл в дом к Николь Кидман, чтобы её найти, и вдруг они, вот, встретились, да, ну, вот, очевидно было, знаете, вот эти вот избитые, перебитые клише, что вот сейчас вот что-то будет, да, такая вот, такая вот вроде бы стареющая, не вроде бы, да, а стареющая женщина, да, но при этом прекрасно выглядящая, все формы при ней, она в дневном макияже, да, уборкой занимается, да, это я сейчас немножечко иронизирую над какими-то моментами, и сразу какая-то искра между ними пробежала, да, но вот эта искра, она какая-то такая искусственная, знаете, слишком много секса было в этой сцене, вот, ну, как бы очевидно было, что они, всё, они склеятся, да, причём я описание фильма не читал, я его просто вот так вот смотрел наобум, и как-то вот всё было так предсказуемо, даже дочь, экранная дочь Николь Кидман, Зара, Зара, она, ну, как-то вот, как-то это всё было, знаете, вот хотелось сказать, не верю, да, вот, ну, не верю, ну, как-то вот всё вот, как-то всё слишком пластиково было, да, вот, сейчас я по критике прохожусь, но потом я скажу, да, чем фильм всё-таки мне понравился, да, всё-таки я добавлю, поэтому, ну, поэтому как-то вот так вот, что ещё, ну, и финал, конечно же, предсказуемый, да, какой мог быть ещё финал в таком фильме, ну, ну, как-то всё перебито, избито клише, друзья, это Нетфликс, да, это Нетфликс, который создаёт какие-то невероятные сериалы, да, такое ощущение, что вот они просто для галочки создали какой-то фильм, да, либо сама Николь Кидман пришла и заплатила этому Нетфликсу, сказала, снимите меня, пожалуйста, да, чтобы не забывали, да, про меня, давайте-ка мы поднимем эту актуальную повесточку, да, сказала, что женщина 50+, тоже может быть желанна и сексуальна, да, мы прекрасно все знаем, что может, да, продолжение секса в большом городе, которое называется и просто так, с Сарой Джессикой, Паркером и компанией, это прекрасно доказало, я сейчас не иронизирую, да, ну, я немножечко так, нет, иронизирую, да, немножечко иронизирую, но при этом я, правда, серьёзен, я не знаю, как это сказать, но мне это продолжение секса в большом городе понравилось, да, потому что я считаю, что важно это снимать, может, это выглядеть не так эстетично, но это очень важно, поэтому я и акцентирую внимание на том, что я не хочу выглядеть как сексист, но мне по отношению к возрасту Николь Кидман, я считаю, что люди в любом возрасте могут друг с другом абсолютно встречаться, да, я увлекаюсь, люблю психологию, и я прекрасно понимаю, ну, как это всё действует, да, но резало глаза совсем другое, да, совсем другое, вот, как я сказал, их какая-то перекроенность, пластика какая-то, что у Николь, что у Зака Эфрона, хотя Эфрон, да, он вообще молодой парень, он даже младше меня, получается, мне 37, ему 36, и как-то это, знаете, вот, как-то внутри меня прям всё, ну, вот будто бы куклы какие-то бутафорские играли, и единственная, да, вот, актриса, это Джоуи Кидк, который исполнила дочь Николь Кидман, Зару, вот она, ну, видимо, ещё не прибегла к этому ни к чему, да, и как-то выглядела, ну, внешне, ну, не отпугивала, а вот Николь и Зака Эфрона, они как-то отпугивали, да, вот, какие-то такие вот куколки на экране мелькали, и всё это немножечко меня как-то очень огорчало, ну, извините, да, ну, извините, я за натуральность, за естественность, да, и мне, кстати, этим понравилось, вот, кстати, про плюсы, да, переходя к плюсам, мне понравилась Кэти Бейтс, её мы все помним, понятно, что не только по роли вот этой вот веселушки из фильма «Титаник», где она такую богачку-веселушку сыграла, но и по множеству, по десяткам другим ролям, но вот здесь она мне понравилась, мне кажется, Кэти Бейтс была одной из тех актрис-актеров в этом фильме, которая была достаточно органична, я смотрел на неё и понимал, что, ммм, да, да, я, я ей практически верю, ну, как-то она смотрелась естественно, да, а вот то, что Николь была её дочерью, ну, как это, она, получается, мать её умершего мужа, ну, как-то вот, как-то вот чего-то вот, и, собственно, вот этой, как бы, химии не только между Заком Эфраном и Николь Кидман я особо сильно не увидел, да, но и между дочерью Николь, да, которую исполняла Николь, ой, Джоуи Кинг я тоже, как бы, не увидел, как-то, как-то, знаете, вот будто бы вот, я не знаю, зачем вы это сняли, да, напишите мне, друзья, наверное, чтобы поднять, наверное, чтобы поднять актуальные какие-то темы, да, голливудские, да, что женщинам 50 плюс можно, да, что мужчинам 36 тоже можно, да, накачиваться с помощью, там, видимо, какой-то химии либо чего-то, да, и тоже перекраивать своё лицо, не знаю, при всём при этом, да, я мог выключить фильм, да, там, на любой минуте, и, наверное, решил досмотреть, как я вам сказал в самом начале фильма, я очень люблю Николь Кидман, и что бы она с собой ни делала, да, я это буду смотреть, да, наверное, где-то буду критиковать, осуждать, если я недоволен, но на неё я буду смотреть, вот, что из плюсов хочется отметить? Трогательная, ну, помимо Кэти Бэйтс, да, в роли, в роли такого голоса здравого рассудка в этом фильме, красивые, красивые закаты, картинки, да, вот эти вот природа, закаты, море, океан, по-моему, фильм снимали в Малибу, да, если кто помнит, привет, спасатели Малибу, где Памела Андерсона бегала в бикини, уж извините за такой, за такой, за такое напоминание, да, и поэтому вот природа красивая, то есть всё очень красиво, но опять же, вот здесь вот это, мне кажется, всё переходит в какой-то вот вылизанность, рафинированность, да, вот что фильм, он несколько идеализированным получился, да, и в целом романтические комедии, им это присуще этому жанру, но в данном фильме вот этого какого-то искусственности, да, не только во внешности актёров, но также и вот вылизанности картинки, да, было чересчур много, да, мне не хватило там где-то беспорядка дома, где-то, да, ну, вот какого-то, чего-то жизненного, да, вот будто бы фильм слишком рафинирован и идеален был, вот мне показалось так, поэтому природа, закаты, всё это, конечно, красиво, симпатично, сглаживает по поводу ракурсов камеры, ничего особенного не было, всё статично, всё типично по поводу музыки, да, симпатичная музыка, да, она вот периодически звучала, когда акцент был на Николь Кидман и Заке Эфроне, но, 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 но всё, что я, собственно, уже сказал. Что ещё? Что ещё хочется отметить, да, час пятьдесят, час пятьдесят. Ну, всё, ну, всё, вроде бы всё я перечислил, да, Кэти Бейтс тоже мне понравилось, ну, рекомендовать этот фильм или нет, ну, знаете, по десятибальной шкале на различных агрегаторах у фильма 4, оценка 4-5, 4-5 из 10 баллов, примерно 40 из 50 критиков, ой, из 100 критиков назвали фильм, ну, ничего так, да, то есть вы понимаете, бывает фильм 60-70% положительного отзыва критиков, здесь всего лишь чуть больше 40, ну, понятно, он вроде бы новый, да, на поиске оценка стоит 5,5 или 5,6 на данный момент, но чего-то недо-недо хватило. За Николь Кидман жирнющий плюс, за Кэти Бейтс тоже жирнющий плюс, за Кэфрон... Химия между Заком Эффордом и Николь Кидман, ну, правда, ну, правда, вот чего-то недо-недо. Потрясающие виды пейзажа заката, симпатичная музыка, неплохо, да, но вот все настолько предсказуемо, и при этом, знаете, немного затянуто, вот я говорю, полтора часа было бы идеально, вот все-таки два часа нас мариновали, это жестко, это вот прям вот жестко пытались какие-то оригинальные, вроде бы, вносить вот эти вот ходы, но нет, все равно получилось слишком заклишировано, однотипно, вот, знаете, свежести будто бы очень мало, мне не хватило свежести, но фильм я рекомендую посмотреть любителям романтической комедии, любителей, почитателей Николь Кидман, Зака Эффорона, Кэти Бейтс, да, имеет место быть. Друзья, это была первая часть, где я говорил про в целом, да, вот в целом, да, такой краткий обзор на фильм, да, сейчас во второй части я, наверное, так же кратко постараюсь проанализировать, потому что вот глубины мне не хватило, поэтому мне не очень хочется анализировать этот фильм, но насколько получится, да, я попытаюсь заметить какие-то актуальные темы, да. Ну что, да, чувства, да, давайте поговорим немножечко о своих чувствах, о наших чувствах, в принципе, я уже высказывался, что мне понравилось, что нет, но все равно хочется сакцентировать внимание на чувствах. По чувствам, ну я понимаю, что разочарование, да, какое-то у меня разочарование произошло, да, крушение каких-то иллюзий, наверное, это о чем-то мне говорит. Я напоминаю, что я делюсь своими впечатлениями, размышлениями, у вас могут быть какие-то свои размышления, да, я приглашаю вас здесь делиться, не забывайте ставить лайк, подписка и обязательно оставляйте комментарий, как вам герой, сюжет, как вам этот фильм, романтическая комедия, да, делитесь, пожалуйста. Возможно, знаете, возможно, это какой-то период моей жизни, да, когда я немножечко ухожу от этого всего, да, от какой-то вот этой идеализации, потому что мне кажется, немножечко очень все идеализировано и, как я сказал, рафинировано было, и вот будто бы меня это бесило и раздражало, и мне сложно было это принять, и поэтому я, да, злился, раздражался, но как-то это все так внутренне происходило, да, ну, на происходящее, да, вот немножечко как будто бы все искусственно было. Наверное, может быть, это про какие-то переходные периоды в моей жизни, такой очень важный, да, потому что в целом, ну, может быть такая история, ну, конечно, может быть, женщина 50+, и парень там 35+, вполне себе могут как бы влюбиться, но просто, ну, так банально, так очевидно, что меня это раздражало, да. Если мы сейчас углубимся, да, то постараемся понять, что произошло, да, почему так сильно, почему так сильно Зара, дочь Брук, ревновала свою маму к ее бывшему боссу, да, в принципе, настоящему боссу, кинозвезде Крису, да. Ну, как оказалось, да, и, в принципе, это очевидно, ну, и вот мне, например, очевидно, да, ревность, да, какая-то ревность к маме, да, и зависть, да, что мама уже 50+, но она до сих пор желанна, она интересна мужчинам, да, а она, да, ей 24-25, у нее отношений нету, да, то есть, знаете, такое женское соперничество, да, вот такая вот тема, да, что, типа, мама уже взрослая, и она, получается, типа, лучше меня, ну, вот какая-то зависть к маме, да, и ревность, да, и в то же время не хочется делить маму, да, с кем-то, да, то есть отца не стало больше 10 лет назад, да, и вот мама ни с кем не строит отношения, знаете, и вот будто бы дочь привыкла, уже взрослая дочь, 24 года, она будто бы привыкла, что мама должна быть ей кем? Мамой до пенсии, что ли, да, то есть вот будто бы то, что мама с собой жертвовала, да, ну, ни с кем не строила отношения, вот будто бы мама на себе поставила крест для того, чтобы у дочери все было хорошо, да, чтобы о ней заботиться, давать ей внимание, а почему? Потому что вот дочь прослеживает, знаете, такая избалованность, и мне даже кажется, что почему дочь, почему Зару раздражал ее босс Крис, потому что она сама достаточно инфантильна, нарциссична, избалована, вот прям как Крис, да, и вот она в нем узнает, наверное, себя, поэтому он ее так раздражал и бесил, да, по идее, ну, да, он такой, какой он есть, да, он тебе за это платит деньги, да, тебе нравится, ты работаешь, не нравится, ты уходишь, да, а вот ей много чего не нравится, но она работает, да, она это все терпит, и периодически, ну, вот как-то она этим всем недовольна, и потом, когда мама заводит, мама Брук заводит, ну, случайно, да, у них возникает симпатия с ее бывшим боссом Крисом, как-то она начинает, ну, ревновать, да, вот будто бы теперь все внимание перешло на маму, да, вот будто бы мама становится ей соперницей, да, давайте подумаем, о чем это, да, вот почему так, и вот, на мой взгляд, потому что мама чересчур сильно ее избаловала, да, и она привыкла быть в центре внимания, и вдруг, ну, и тем более за последние, там, 11 лет, да, получается, она отца потеряла где-то в 13 лет, будучи подростком, да, это тоже, как бы, непросто, да, но будто бы мама собой слишком много жертвовала, и вот здесь вот, да, Зара ведет себя слишком инфантильно, слишком капризничает, да, ну, как бы ревнует и завидует маме, да, не хочет ее ни с кем делить, да, и тем самым сначала Брук вынуждена, как бы, ну, пойти на поводу у этого каприза, но пообщавшись со своей свекровью Кэти Бейтс, она понимает, что, ну, не стоит, надо разрешить себе, и тем более она 11 лет не была ни с кем в отношениях, да, она, получается, чуть ли не все это время, да, хранила какую-то верность своему бывшему мужу, хотя, как мы узнаем, он вообще хотел с ней разорвать отношения, да, поэтому я рад, что Брук, она, ну, разрешила себе это позволить, да, и, получается, здесь тоже вот эта тема важная поднимается, да, как бы, любви все возрасты покорны, да, и, на мой взгляд, это прекрасная, прекрасная тема, да, ну, и вот капризный такой вот избалованный дочерь, да, которой слишком много внимания уделялось, да, так как герой, знаешь, здесь глубины особой в фильме я не увидел, мне кажется, герой недораскрытый, поэтому вот что-то там дорисовывать, ну, у меня как-то не складывается, да, вот у меня что-то вот информации, как бы восприятия мало по поводу этого всего, ну, раздражала меня героиня Зары, меня раздражала, да, что вот она себя вела, как маленькая девочка, да, что два года ее босс не повышает, да, и она это терпит вместо того, чтобы, ну, сразу, да, как бы взять и заявить о своих правах, да, и вот она, наконец-то, когда решила уйти от него, да, через несколько дней или через некоторое время он к ней лично домой приходит, к Заре, да, где и знакомится с ее мамой Брук, приходит домой, чтобы сказать, что он берет ее уже теперь там помощником сценариста, по-моему, в общем, повышение ей делает, да, потому что она уходит от него из-за того, что он не делал ей повышение, ну, так, ты расскажи об этом, да, то есть вот какая-то вот такая, да, немножечко еще подростковость у ней прослеживается, да, то есть он уже и готов, он уже к ней пришел сделать предложение, а она из-за своей какой-то обиды, ревности к маме, она подумала, что это все из-за того, что между ними случился секс, да, из-за того, что, типа, они переспали, и вот он теперь ей должность дается именно поэтому, и нет, он, ну, как бы оценил ее, он проанализировал и решил ее взять, то есть не такой-то уж он и засранец, не такой-то уж он и нарцисс, да, понятно, что все актеры, так или иначе, большая часть, да, имеет какой-то акцент нарциссический, истероидный, да, демонстративный, вот что-то у них такое, да, радикалы какие-то, акцентуации есть, да, на привлечение внимания, да, любой успешный актер, он без этого, да, ну, харизмы его не будет без этого, умения держать внимание, да, всю публику на себя, поэтому это, в принципе, абсолютно нормально. Другой вопрос уже к Заре. Почему она решила выбрать такого капризного и избалованного босса, да, я подозреваю, наверное, потому что он ей напоминал себя, да, но ей сложно было это в себе признаться, но наша бессознательная и ее бессознательная таким образом притягивала ее туда, к нему, в этот мир, да, вот в мир таких боссов, да, тем более как бы мужчина, да, возможно, какая-то проекция отцовской фигуры, да, мы не знаем, какой был отец, возможно, он был похож, собственно, на этого Криса, да, то есть что-то ее притянуло, да, возможно, вот как бы те причины, которые я перечислил, да, похожие на отца, либо те черты, которые она в себе отрицает, потому что он ее постоянно бесил и раздражал, да, но при этом она очень похожа на него. Героиня Брук, ну, молодец, 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 она сначала боится ради дочери, да, хочет отойти в сторону, а потом она проявляет смелость и погружается в эти отношения, хотя потом в итоге ее дочь Зара все равно заставит, ну, как бы разорвет, ну, спровоцирует разрыв этих отношений, да, она говорит на Криса гадостей всяких, да, и разорвет отношения, ну, как бы спровоцирует это все, это, конечно, будет решение уже Брук, но тем не менее, да, вот как-то, ну, она повлияет из-за своей сумасшедшей ревности и все-таки, я думаю, какой-то зависти, да, все-таки у мамы сложилось отношение, да, а у нее отношения нету, да, она даже об этом и не думает, вот. Ну, и, конечно же, да, конкуренция, да, вот эта вот все-таки ревность, наверное, ведущее качество, да, что все внимание теперь мужчине, не ей, любименькой дочери, да, а мужчине. Ну, знаете, вот я говорю, да, вот как бы фильм, ну, каких-то вот глубоких вот идей, да, да, там вот каких-то дополнительных чувств вот там не раскрывается, поэтому, мне кажется, здесь все очень предельно просто и понятно. Очень понравилась героиня Кэти Бейтс, да, она играла свекровь, Николь Кидман, героиня Брук, насколько вот она как бы с любым, хотя, да, хотя она не ее мама, она мать ее мужа, да, но как она к ней с любовью относится, да, и пыталась как бы ее с теплотой сподвигнуть к этому счастью, да, вдохновить, сказать, что ты имеешь право, да, да, ты 11 лет, ты не должна этот траур, да, как бы носить, либо ради дочери своей это все, да, лишать себя этого счастья, да, даже если это закончится, да, разреши себе почувствовать, да, ну, почувствуй себя женщиной, да, человеком себя почувствуй. Мне вот понравился этот посыл, да, то, что неважно в каком-то возрасте нужно разрешать себе отношения, не нужно себя, да, важно, да, переживать, да, переживать, там, траур, горечь определенное время, да, но важно позволить себе все-таки вспоминать, да, там, счастье и какую-то любовь, да, через заботу о себе, о своих потребностях. Вот, ну, герой Зака, Зака, как его? Зака Эфрона, как его зовут, скажите, пожалуйста, Крис, да, вот Крис, но он знает, чего он хочет, да, вот он уверенный такой, где-то эгоистичный, где-то избалованный тоже, но он добился этого, он, ну, как бы у него штаб-прислуги есть, у него там горничная, у него там, не знаю, водитель, охранник, у него вот помощница Зара, то есть он всего этого добился, а вот Зара, она будто бы, знаете, как маленькая девочка, будто бы ему одновременно завидует, да, и, как я сказал, себя в нем узнает, да, и поэтому, как бы, злится на него, да, всем этим его капризом, да, ну, он достаточно самостоятельный, да, он, у него там, в начале фильма, мы видим, он, ну, долгих отношений нет, он быстро с девушками заканчивает отношения, да, видимо, он чего-то боится и, как бы, ну, боится сближения, сближения, возможно, какой-то тип привязанности у него, либо тревожный, либо тревожно-избегающий, ну, может, даже избегающий все-таки больше, и вот он, как бы, боится формировать такие глубокие отношения, да, и когда, видимо, отношения переходят на какой-то новый этап, виток, он такой, ага, надо расстаться, я не готов, да, купил там вот эти вот сережечки с бриллиантами, подарил девушке, да, и чувство вины он не чувствует, потому что в фильме поднималась тема чувства вины, что он испытывает чувство вины перед этими девушками, да, хотя по нему, вроде бы, не скажешь, да, такой самодовольный гусень, дюк, да, вот все внимание своему телу, своей внешности, но это факт, да, вот чувство вины он озвучивает, и вот чтобы его не испытывать, он заглаживает вот этими бриллиантами, которые дарит девушкам перед расставанием, да, и боясь, как я предполагаю, вот этого сближения, переход на новый уровень, да, глубины, то есть он боится открыться, как бы, собственно, вот эта вот его нарциссическая часть, да, которая связана с маской персоны, я даже думаю, что это какой-то фасад, да, какая-то маска, роль, которую он играет, потому что таким образом он привык закрываться от мира, от социума, да, чтобы чувствовать себя безопасно, вспомните, он даже в магазин не ходил, то есть он словно, знаете, вот закрылся, вот погрузился в этот киномир, да, в кино, в свой мир, да, и не готов туда никого пускать, и только в конце фильма Зара вытаскивает его, да, когда Зара уже осознает, что мама имеет право на счастье, и она увидит трансформацию Криса, она поймет, что действительно что-то происходит, и она решит как бы соединить их вместе с помощью бабушки, да, в супермаркете встречу эту организует, и в итоге извиниться перед ними обоими, да, что не дала им право на свою жизнь, да, ей 24 года, маме 50, мама имеет тоже право жить свою взрослую жизнь, хотя это очень мило, да, что дочь переживает, да, как бы за маму, да, ну как, это очень мило. И вот поэтому, собственно, в конце фильма, да, мы увидим, как Зара и Крис, пойдут в супермаркет, Зара его вытащит туда, а вообще он же боится ходить в эти супермаркеты, я так и не понял, в связи с чем, да, что его узнают, то есть, да, вот какая-то вот эта вот, его часть такая раздутая, что вот все его будут узнавать, да, что он такая звезда, что всем до него есть дело, да, абсолютно никому не делаю, все супермаркеты заняты собой, да. Да, и, ну вот какая-то трансформация, вот знаете, вот я люблю вот глубину, глубину очень люблю, в фильме, мне кажется, она недостаточно проработана, но вот небольшое изменение, оно все-таки есть, и Крис, он меняется через эти отношения, неважно, может они там через год закончатся, да, хотя нам в конце фильма показали, что прошел год, и они до сих пор вместе. Крис и Брук, мама Зары, то есть, очевидно, да, что Зара уже стала каким-то продюсером успешным, она в кабинете в своем сидит одна, да, такая важная, то есть, она, она дошла до этого, да, но ее мама продолжает встречаться с Крисом, да, то есть, какое-то такое вот развитие героев, да, то есть, трансформация есть, и, на мой взгляд, это очень важно, да, давать вот эту какую-то надежду, что герои меняются, несмотря на то, что я сказал в обзоре, да, что фильм, он, у меня к нему огромные вопросы, да, но вот этот момент, он мне нравится, и он здесь все-таки есть. Вот, вот, возможно, я, конечно, что-то упустил, а, ну, еще, кстати, момент, знаете, мне понравилась кухня, вот эта вот, которую нам в фильме показывают, да, кухня телевизионная, киноиндустрия, вообще мне нравится, что последние годы, хотя, может, это всегда было актуально, пишите, да, когда показывают, вот, как это все вроде бы непросто, да, что это непросто, вот, да, когда ты, я не знаю, там, самый богатый актер, да, что это там, ну, что там только плюсы одни, да, но в этих, в этой профессии есть также и минусы, понятно, что это нельзя сравнить с работой, там, шахтера или еще кого-то, да, но в любой, ну, очень физически тяжело, да, но любая работа, да, любой успех, любая узнаваемость, да, она всегда, или профессионализм, когда человек выбивается, да, выше, чем другие, это всегда огромный труд, это всегда много времени и затрачено нервов, сил, энергии, то есть это не бывает так, что человек случайно вот стал, да, известным, конечно, бывает протекция, да, помощь кого-то, но если у человека нету, если человек сам не прикладывает усилий, тот, кому помогает, то он надолго там не задержится, поэтому мне кажется, это очень важная идея, да, что нам раскрывает, вот, ну, кухню вот эту вот киноиндустрии, да, как бы этот фильм тоже чуть-чуть приоткрывает завесу, показывая, как это все происходит, опять же, недостаточно глубоко, но тем не менее. Ну что, вот такой вот короткий обзор и анализ фильма у меня получился. Если вам понравилось, ставьте лайк, если не понравилось, пишите комментарии, делитесь, да, своими чувствами, впечатлениями и вашим мнением об этой новинке, также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзоры на новые фильмы, да и на старые тоже. С вами был я, Александр, программа «Самопознание через кино». До новых встреч!